Добрый вечер! 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 Самые актуальные темы – питание жильево-коммунальной господарки, будовательство жилья и выплаты за работные платы. В прошлом году огромная количество тех, кто вернулся до областных уладов, склала больше за 4,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем в 2014-м. Мы обсудим причины роста обращений и дадим оценку соответствующим службам и регионам. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания, Гомель. Протягиваем выпуск. Сегодня Рэшицу наведал министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко. И он ознайомился с деятельностью некоторых спортивных объектов райцентра, а также принял дело в открытии новой тренажерной залы на базе Рэшицкой с Дюшар номер один. С подробностями Вероника Ворошилина. Рэшицкая специализованная дитячо-юнацкая школа Олимпийского резерва номер один рыхтует юных спортсменов уже больше, чем 40 годов. Сегодня они тут займаются по двух направлениях – баскетбол и велоспорт. Открытие новой тренажерной залы для тренеров и выхованцев установы подея долгочеканная, бо до этого больше, чем 300 юнаков и девчат были вымушены займаться на состарелом обсталявании. Это, конечно, мотивация и для тренерского штаба детской спортивной школы, для юных спортсменов, потому что все спортсмены, все олимпийские чемпионы, безусловно, выходят из спортивных детских школ. И, наверное, это хороший стимул. Ну и, безусловно, вот такое укрепление материально-технической базы, я уверен, что должно и сказаться технически, скажем так, на подготовке всех спортсменов, тех видов спорта, которые сегодня в этой школе проводятся. Удел воорочистой церемонии открытия приняли министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко, представники местовой влады, выхованцы и педагоги Зюшар. Сироты, их дарычи, заслуженный майстер спорта Республики Беларусь, гоноровый гражданин Речицкого района. Чемпион света 2015 года по велосипедным спорте на шаши Василь Кириенко. Традиционное перерезание червоной стушки, несколько слов с пожаданиями у адрес юных спортсменов и их тренеров. Освящение тренажерной залы представниками православной церкви, и она принимает своих первых наведывальников. Беговая дорожка и разные силовые тренажеры – все обсталевание белорусско-российской вытворчести. Были навученец Речицкой Зюшар номер один, а зараз знакомитый спортсмен Василь Кириенко, Агучевая. Ранее про это навод и не марали. Для ребят тут створены все умовы для комфортных, а главное результативных тренировок. До речи, ГТЮ наценил особиста разом со своим 5-годовым сыном Алексеем. В этой школе я занимался и на самом деле занимаюсь, когда нахожусь в городе родном. Вообще отрадно видеть, что у нас появился в спортивной школе тренажерный зал, соответствующий нормальным уже характеристикам. Можно предположить, что больше может появиться ребят, занимающихся вообще физкультурой и спортом в целом. И, скажем так, у нашего населения это отразится на здоровье. Речицкая специализованная 10-й юнацкая школа Олимпийского резерва номер один за свою историю сгадавала плеяду поспеховых майстров спорта у тем лику международного класса. Установа завсёды славилась высокими спортивными выниками, али зараз тут нацелены покарать новые вершины и упэлненность такой материально-техничной подтримкой и перемоги не примусить себе шакать. Вероника Ворошилина, телерадио-компания «Гомель» при подтримце агентства «Телена Вин». Перспективы развития публичных библиотек, шляхи и протягнения потенциальных шаждачов и задачи, которые наибольши актуальны в год культуры. На областном семинаре у «Гомеля» обмерковали максимально повышение роли библиотечных систем. Перспективами потекавилися наши корреспонденты. Семинар для библиотекарев промерковали до подведения выника у 21-го областного конкурса «Библиотека, якая необходная громадству». Як высветлилась и просто, книгосковища сюня людям уже не вельми потребная, хоть отмавляться от них явно рано. Урештый тем же интернетом корастаются не усе, а набывать новые книги у крамах не заусюда по кишени. Сучасная библиотека повинна стать, по выразу самих работников, установся это культурным центром. Это, коли тут можно не только некие выдания почитать, али наведать выставу и принять уделу посяжения гуртка по интересам. Причем тыжится гэта у всех библиотек, як городских, так и сельских. Сельская библиотека – это теперь место для общения, общения всего местного сообщества. В сельских библиотеках во многих из наших сельских библиотек есть этнографические уголки, комнаты, музеи. Вот, например, интересный очень музей Дедова Харта в Асташковической сельской библиотеке Светлогорского района, где библиотекарь проводит и обряды семейные. По выниках конкурса на творчую индивидуальность установ первое место у Светлогорской районной детячей библиотеки и Коммунаровской сельской. На думку журы, в Путакашалевском районе вельми уже добра организована пошуковая и доследшая работа. Тут навод свой проект реализуется житё выдатных людей агрогородка. А выдатным литераторам Хомельской области в рамках семинара просвятили вечер-презентацию лауреата у премии имя Кирилла Туровского. Только летость на сыскании премии подать на коле 70 рукописов. На полову больше, чем годом ранее. Сами пераможцы кажут, что головное писать об тем, что с оправды хвалю и людей. Незалежно от жанра, у сурвёзных оповеданиях и гуморостычных рассказах. Когда что-то придумываю сам, я запускаю народ, вижу, не смеются. Значит, не хопает чего-то. Допрацовываю. А когда не засмеялись, значит, мы тогда сняли. Ну, самое главное, это, как бы человеку была радость, здоровье было. А гумор, это влечивая человека за учёт. В любой ситуации, когда человек смеется, он радостный, весёлый, и сердце не болит. Олег Сентюров, Ганна Ковалёва, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гумель». У Японии разглядывают махшимость оздоровления детей с потерпелой префектуры Фукусима у оздоровленшем центры Пролеска Жлобинского района. В опыт супрационистов в этом накерунке уже напрацованы. По запрошению Беларуси, японские дети уже некольки разов отпадшивали в Минской области. Что пропонуть японским школьникам жлобинские педагоги, какие умовы створены тут для отпадшинку, высветлял Яуген Поболовец. За одну смену тут принимают 480 детей из всех регионов Гомельской области. Здравнивается уже третий год запор у троицы лидеров сирот детяших санаториев. Кожная смена тут мает свою назву. Например, вся первая – «Дети солнца». Усё сделано так, как юные гости отчували себе максимально утульно и комфортно. Особенность нашей здравницы такова, что сегодня приезжают дети начиная с трёх лет. Это дети дошкольного возраста, которые сегодня пребывают в детском саду. Приезжают они на здравление, вместе со своими воспитателями. И в течение 24 дней вместе с ними находятся не только воспитатели, но и наши педагоги-организаторы, работники медицины и все те, кто занимается сегодня оздоровлением детей. До Шарнобыльской аварии тут был взвышайный пионерский лагерь на 200 месяцев, який працавал только летом. Потом по программе переодоливания наступства до аварии над Шарнобыльской АЭС при серьезной финансовой потрымции державы створили существенно оздоровленный центр. Житьё тут организовано строго по раскладе. Делаем загадку, потом идём в столовую, потом таблетками, потом комнату, а потом на вторую, потом спать. Визит японской делегации организованно на подставе двухбоковых погоднений об супрацовнестве и взаимодействии по ликвидации наступства надзвышайных ситуаций, связанных с катастрофой на Шарнобыльской АЭС и аварой у Фукусиме. Белорусский опыт по оздоровлению детей значительно больше богатый, чем аналогичный японский. За три десяти годы, что прошли после Чернобыльской катастрофы, инфраструктура оздоровленных центров значительно полепшилась. Заявились педагогичные на процелки. А кроме оздоровленных процедур, детям пропонуют и занятки культурного на керунку. Для японских детей будут интересными знакомствами с белорусской спаршиной. На протягу одной измены, а это 24 дни, ребята не только проходят процедуры, но и берут час в гульновых покоях. Тут их знакомят с белорусской культурой, развивают мелкую моторику рук, а так же выховывают музычный густ. Евген Поболовец, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». И на ГТМ Пакулюсьо у студии працвала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.